Серые скалы горного ущелья вздымаются вверх, теряясь в бушующей буре. Темная воронка вихря закручивает налитые тьмой облака. Их пронзают вспышки молний — красных, синих, желтых. Они всполохами отражаются на стальной броне моего извечного противника, стоящего в нескольких метрах напротив. — Ты умрешь, — хрипло каркает рыцарь. Донесшийся из-под забрала голос тут же подхватывает завывающий ветер. Вместо того, чтобы возразить, я поудобнее перехватываю меч. К сожалению, рыцарь прав. Я умру, как умирал тысячи раз до этого, но это не значит, что победа дастся ему легко. Мой враг закован в тяжелые латы, повидавшие немало битв. Шипастый наплечник доспеха чуть помят, шлем покрывает голову целиком, нагрудник потерт и поцарапан, под слоем грязи можно разглядеть элемент герба. — Твое последнее слово! — рычет рыцарь, поднимая тяжелый двуручный меч. — Мы болтаем или деремся? Я хмурюсь, занимая позицию, и пытаюсь угадать, какой в этот раз будет первая атака противника. Молния бьет в скалу над нами, раскалывает ее на сотни кусков поменьше. В этот самый момент воин бросается вперед. Резко, стремительно, одним движением разворачивает клинок и наносит удар в шею. — Елайское отродье! Едва успеваю среагировать. С трудом парируя атаку, разрывая дистанцию. Аура соперника давит на плечи, не позволяя двигаться со всей доступной скоростью. Не успеваю опомниться, как рыцарь вновь атакует. Ляск стали порождает звон в ушах. Мышцы ноют от нагрузки. Я отбиваюсь на пределе возможностей, но даже этого недостаточно. Хватает одного неверного движения, и вражеский меч попадает мне в ключицу. Рассекает звенья кольчуги, вспарывает кожу, а затем и мышцы. Тело пронзает вспышка боли. Рычу сквозь сжатые зубы, но продолжаю двигаться, несмотря ни на что. Удар, блок, уворот. После очередной атаки рыцаря я ныряю под его замах, пытаюсь ткнуть рукоятью клинка в лицо и едва успеваю отклониться назад, поняв, что допустил ошибку. Острие вражеского двуручника срезает лямку моего шлема, вместо того, чтобы вскрыть горло. «Я чую твой страх», — рычит воин. «Я чую, как ты воняешь потом», — огрызаюсь, стараясь не сбить дыхание, и снова атакую. Следующий удар смог бы отразить один из десяти воинов империи. Но рыцарь делает это с легкостью, и, словно не заметив приложенных мной нечеловеческих усилий, бьет в ответ. «В этот раз я не успеваю увернуться. Как раз в тот момент, когда все вокруг погружается в кромешный мрак. Острие меча снова попадает в ключицу. Он что, специально?» Раздается противный скрежет, затем чавкающий звук. Клинок врага погружается в тело, разрезает плоть и выводит из строя внутренние органы. Я кричу от невыносимой боли и просыпаюсь в холодном поту. Мне требуется несколько секунд, прежде чем осознаю, что я не в ущелье, поглощенном бурей, а в мирно покачивающейся карете. «Сон. Снова этот проклятый сон. И за дня в день одно и то же. Елайская гниль, как же он меня бесит! Как же достал этот бешеный рыцарь, который приходит почти каждую ночь и раз за разом убивает меня! И как же надоела эта боль, мало чем отличающаяся от настоящей!» «Что ты там бормочешь, Хелл? А-а-а-а!» Передразнивает мужской голос. «Снится, что тебя отшили!» Звучит смех, и остатки сна окончательно покидают сознание. «Нет, просто привиделось, что я — это ты, и скулю после вчерашней тренировки!» Усмехаюсь двум своим братьям. Старшему — Роберту, и среднему — Норману. Их взгляды мгновенно становятся злыми. «Что, правда глаза колят?» Шутит, разумеется, Норман. Роберт хоть и старше, но для таких подколов слишком туповат и часто идет на поводу у среднего брата. Потянувшись на мягком сиденье, я распахиваю окно экипажа. Внутри графской кареты хоть и комфортно, но весьма душно. Ворвавшийся воздух освежает горячее от дурного сна лицо. Мы едем по южным владениям нашего отца, Кристиана Слейта. Судя по яблоневым садам и мелькающим за ними постройками на холмах, приближаемся к какому-то крупному поселению. На улице середина лета. Ясный день, теплая погода, заставляющая цветы открыть свои объятия перед солнцем. Даже несмотря на сны и подначки, настроение могло бы быть прекрасным, если бы не завтрашний день рождения. Мой день рождения. «Ну не всем же мечом махать! Кому-то и головой думать надо! Хотя пустышке этого не понять!» Наконец находится с ответом Норман. Бьет в самое больное место. Хоть что-то усвоил из тренировок. «Не прошло и декады!» Язвительно озвучиваю я эту мысль. Норман отвечает лишь спустя несколько минут. «Чего?» «Не дошло?» «Догоняй!» Отворачиваюсь в расчете еще на пять минут спокойствия. Пустышка. Презрительно фыркаю, решая не продолжать этот бессмысленный диалог и всем видом показываю, что мне плевать на слова брата. Жаль, что это не совсем так. Завтра мне исполняется шестнадцать лет. Это последний день, когда во мне может проснуться магия. Крайне неприятно быть единственным бесталанным в роду, где последние пять поколений мужчин были магами. Да еще и в семье отставного генерала, который в свое время внес решающий вклад в войну с Темным Елайским королевством, переломил ситуацию на фронте и заставил отродий Ирандера отступить. Вот братья и зубоскалят, считая себя лучше только потому, что у них магический дар проснулся еще в четырнадцать, а у меня так и не проявился до самого совершеннолетия. Что Роберт, что Норман учатся в магической академии столицы. И даже сейчас, во время каникул, выставляют на показ серебряные нашивки второго и третьего курсов в виде рунических символов своего учебного заведения. Дескать, смотрите все, кто мы и откуда. Хотя смеются они зря. В стычке со мной на клинках полягут оба. В этом никаких сомнений нет. Мучащие меня сны, конечно, малоприятная вещь, но кое-что они все-таки дали. Пусть я раз за разом проигрываю этому неизвестному рыцарю, но уже через несколько сражений с ним я узнал о фехтовании больше, чем от всех учителей вместе взятых. Научился обращаться с оружием лучше, чем иной рыцарь империи. Эх. Помню времена, когда думал, что эти ночные видения и есть проявления магии. Но нет. Скорее, они мое личное проклятие. Отец, когда услышал о снах впервые, так разъярился, что я больше не упоминал ни о чем подобном. Какое-то время я думал, что если смогу победить ночного рыцаря, то магия проснется. Что это экзамен от высших сил, но... Одолеть закованную в броню тварь из грез не получилось ни разу. И магии, как не было, так и до сих пор нет. И вряд ли что-то изменится завтра. Сейчас не время думать об этом. Можно сосредоточиться на куда более приятных вещах. Например, на предстоящей охоте, куда мы и едем. Дикий лес, походная еда, выслеживание дичи, байки у костра, сон под звездным небом. Красота. А самое главное, там будет и забыль. И это греет мое сердце сильнее всего. Правда, будет она в сопровождении отца, но несколько приятных минут общения я урву. Рядом с ней я чувствую себя маленьким сорванцом, который тайком срывает ягоды в чужом саду. Это волнует, горячит кровь, как пишут некоторые из летописцев, рассказывая о своей юности. И в этот раз я наконец-то признаюсь ей в своих чувствах. Тут карету снова подкидывает на выбоине. Проклятие! Неужели местный магистрат не может содержать дорогу в порядке? Кучер прикрикивает на лошадей, и я чувствую, как мы останавливаемся. «В чем дело?» хмурится Роберт. «Мы же еще не приехали!» «И как мы без тебя этого не поняли», — бормочу я, выглядывая в окно и сталкиваясь взглядом с отцом, подходящим к нашему экипажу. Он высок, широкоплечь, мускулист, с квадратной челюстью, орлиным профилем, аккуратно подстриженной бородой и ежиком темных волос, припорошенных сединой на висках. В простой, хоть очень дорогой белой рубахе и темно-синем калете, в черных бриджах и такого же цвета сапогах. Образ венчает массивный полуторник на поясе. «Роберт, Норман, Хелгар, вылезайте. Хочу, чтобы вы увидели кое-что». «Спорить с отцом мы не привыкли. Нас так воспитали. Поэтому я без вопросов выбираюсь из экипажа вслед за братьями и едва не падаю на землю, когда тело пронзает неожиданная вспышка боли. Что за...» «Ключица горит огнем». Отодвинув ворот рубахи, я в изумлении смотрю на свежий кровоподтек. Такой мог бы остаться от мощного удара меча по кольчуге. Внутри мгновенно просыпается страх. «Это то самое место, куда меня ранил рыцарь из сна. Неужели он добрался до меня в реальности? Как это возможно?»